всем привет привет так сейчас я выйду и мы с вами снова поболтаем сегодня мы с вами я почитала писала в инстаграм и писала на какую тему я хочу поговорить и хотела и собственно говорить о том что пожалуй о чем меня пожалуй спрашивали какие вопросы мне задавали в инстаграм сушки у нас дождь пошел еще намокла мне просто челка моя превратилась такие усы да потому что зонтик я свой куда-то делаю хожу мокнущая с расческой посталось его высушить но решила что раз уж я уже захотелось видео я сниму несмотря на свой внешний вид так что знаю что мои автовлоги многие просто слушают и даже не смотрят ну потому что смотреть скажем так особо не на что я ничего не покажу я хочу немножечко рассказать наверняка сейчас очень многие знают про то что турцию открыли очень многие хотят и просто хочу предостеречь вас от каких-то ошибок и рассказать вам что касается турции мои дорогие подписчики пожалуйста обратите внимание что сейчас не разрешено еще роз авиации полетная программа чартерных рейсов если вы покупаете тур на чартерных они на регулярных рейсах то вполне возможно что вы не улетите вообще я сейчас не хочу никого пугать но дело в том что я до последнего я не бронировала турцию меня было безумное количество заявок я всем людям это объясняла хотя я знаю что это не делает но по-моему это не делает никто не рассказывает по этому поводу что только регулярные рейсы разрешены а на чартерных вообще добра нет именно по этой причине пегас коррл логики гиданок тест тур крупные туроператоры не ставят из регионов полетной программы на чартерных рейсах не потому что они дураки не могут это все организовать быстренько а лишь по одной причине мы ждем когда будут первые вылеты должны быть именно на чартерной программе есть эти вылеты не случаться люди просто-напросто не улетят это как бы дам не смешно я не знаю сама что будет мне вчера пришлось я забронировала все-таки на чартер на наших минеральных вод туристов но я им объяснила эту ситуацию решили рискнуть это уже делать главное что они знают поэтому я просто хочу чтобы вы обратили внимание я уверена что мало кто или вообще никто не будет вам об этом рассказывать что касается ажиотажа по турции вы знаете здесь делится 50 на 50 пополам 50 на 50 кто-то просто после всей этой политической ситуации всего что происходит категорически туда не хочет и говорит я что враг что ли как я там так сделаю как я пойду да и вообще теракт вот эти интересно ваше мнение вы бы поехали сейчас в турцию или вы тоже того мнения что-то нафиг она нужна или вообще по какой причине поехали были не поехали если убрать сторону что вот 100 процент у вас есть финансовая возможность поехать по поводу цен цены вообще ни капельки не дешевые вы знаете ценник такой очень-очень даже приличный конечно хотя сами отели стоят копейки сейчас там кроме каких-то крупных на себя обратили внимание очень много мелких отелей вообще у нас например в продаже нет троек трех звезд они просто не выжили я не знаю вот сейчас восстанавливаться что вообще вы считаете за один день произошло поставили полетные программы я я не могу себе представить что это вообще было но короче ситуация происходит так как она происходит это что касается турции там просили рассказать о том что у меня происходит жизни и как я себя вообще мотивирую на спорт друзья я себя никак не мотивирую на спорт я скажу честно у меня это просто моя как бы правильно выразить это моя обязательная рутина это действительно моя обязательно рутина то есть я знаю что у меня мой тренер в одной неделе бывает три раза неделю на другой четыре раза четыре раза неделю мне еще не удавалось ходить потому что здесь не мешает работа мне очень часто приходится на работе задерживаться до 9 до 10 вечера потому что просто-напросто в рабочее время я не успеваю справиться с тем потоком количеством запросов что происходит сейчас после открытия турции да и до этого у меня было уйма работы но сейчас очень много конечно по турции ты обязан человеку сделать в любом случае эту подборку уже отсюда уже мы и пляшем соответственно и поэтому в основном три раза в неделю я хожу на спорт я себя ничем не мотивирую честно я просто я сейчас мне даже некогда выложить на второй канал видео хотя я там столько они уже не актуальны я столько снимала в мае но они просто не актуальны но может быть я постараюсь в тренажерном зале что-нибудь снять не станет не буду обещать так как так как я хожу в такое время когда куча работы и мой тренер разрывается на несколько человек и так далее то есть поснимать меня некому и сама я не знаю тоже что снимать скажем так ждет погода дождь когда у нас только я на дорогах их не видно просто из-за дождя поэтому я это воспринимаю что я должна ходить меня смотивировали на это один раз мне просто сказали что давай-ка занимайся спортом и я решила что ладно окей я начну вот я уже взяла третий абонемент что этом хожу очень много из-за поездок пропускается конечно поэтому да как как-то так и я не могу сказать что у меня в голове сидит тому хочу супер красивое тело ну для того чтобы она была супер красивым да у меня сейчас куча всякие там масла но у меня порой даже не бывает времени нормально этим всем обмазюкаться вот поэтому на самом деле нужно просто я понимаю поэтому на самом деле все в комплексе конечно был бы у меня уже за два месяца шикарный по результат но я сейчас не могу сказать что питаюсь правильно я позволяю себе какие-то то вот на работе мне сейчас кушать некогда у меня получается что начинаю есть вечером опять вот это вот поправилась опять стою на одной цифре но у хотя бы есть спорт хотя бы но у меня я вам хочу сказать у меня не кардио я в основном делаю силовые потому что не знаю так как-то решил тренер потому что так решил тренер чувствую себя сейчас очень я хорошо то есть у меня практически у меня не бывает головных болей у меня не бывает вот у меня знаете раньше очень сильно болел остеохондроз я прям просыпалась ты болью что у меня затекшая была вот шея все вот это у меня нету сейчас этих проблем вообще я чувствую действительно хорошо очень рада что есть возможность заниматься спортом именно с точки зрения сейчас для меня это важнее с точки зрения здоровья скажу вам наверное действительно это будет честный такой ответ поэтому не гонюсь абсолютно незачем так как для этого действительно нужно сидеть в комплексе может быть я все-таки приду к тому что как-то я сумею сама себя из нас мотивировать и все это сделать не знаю не знаю сколько вы смотрите мои наверно автологи столько знаете что была у меня челка что у меня нет челки я вечно ею недовольны как и сейчас вот потом что еще пришло несколько у меня посылочек надо забрать не знаю только когда мне надо забрать свою посылку по берлика папа 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 потом нужно забрать свою посылку с и херпа вчера мне настолько горюне когда мне кум звонит верит слушай держу он там развозил перед вижу в руках твою посылку я умоляю забери ее дай менеджер телефон я продиктую номер паспорта надолго конечно не хотела отдавать это право абсолютно было но когда уже ей наизусть свой паспорт продиктовала там до единой какой-то этой она горит хорошо ладно игры не переживайте тем более точек же у вас тоже сливе бывает и все потому что мне даже некогда поехать забрать что касается новинок был вопрос расскажи о косметических новинках вы знаете если дай бог карты лягут у меня будет выходной завтра и будет выходной в среду но пол среды у меня уже запланирована я куму буду милировать уборкой заниматься может быть собой как-то но не знаю в один из этих дней я выделю время для того чтобы снять хотя бы первую часть я думаю что будет о покупках части 4 точно за то время что я не снимала как-то честно говоря вышло так что все достойно и и даже буквально парочку разочарований а так нет даже разочарований покупок было за это время ну для меня одно это очень много при том что я зарекала что больше я не буду покупать косметику в таком количестве мне она не нужна а в итоге раз то увидела это захотелось то там цена была какая-то интересная то скидка и вот так вот вот так вот и получается что берешь начинаешь что-то снова покупать поэтому да я сниму про это и сниму еще еще дальше пустые баночки так потихонечку хочу вернуться вы знаете к чему хочу вернуться раньше я снимала посылки ахер по посылкам но уже распробовав это или даже почти пустые баночки я снимала но именно отдельно про и херп я думаю что я опять это сделаю и опять начну отслеживать я сейчас найду время для того чтобы сесть как нибудь перед сном просто написать все список видео которые мне хотелось бы отснять и это будет однозначно ближайшее время покупки это будут однозначно фавориты такое все не буду делать это будет уход обновленный я думаю за собой периодически его снимаю мне кажется это довольно таки актуально и интересно потому что он меня во первых постоянно тоже так ну какие-то незначительные может быть перемены не радикально но тем не менее меняется и есть о чем всегда рассказать вот и покупки пустые баночки уход вот не знаю что еще нужно сесть подумать что действительно вам было бы интересно я думала снимать рубрику если фаворитов то не вот так вот что ты навалил за месяц миллион продуктов а действительно но какие-то вот прям самое-самое любимое мне нравится как у диана суворовой она показывает всего лишь 5 фаворитов но действительно это ее фавориты фаворитовича думала может быть как нибудь так сделать даже не знаю если честно не знаю не знаю но и в моих планах автоблоги поэтому я только за если какие-то будут темы мне хотелось бы снова вернуться к нашим психологическим таким беседам я была бы рада наверное у меня получается сейчас по крайней мере выделять вы знаете на это время я поняла как мне нужно делать чтобы я с утра могла снимать автовлоги вот и что еще хотелось рассказать кстати напишите пожалуйста куда вы едете этим летом что вы увидите может быть кто-то недалеко от себя может быть у вас есть какие-то красивые озера или реки а может быть вы едете куда-то за границу или к нам но в зависимости от того где вы конечно живете мне было бы интересно почитать кто кто куда отправляется у нас вот лета я знаю что у многих она очень для дождлива у нас это очень дождливая было буквально сколько-то там несколько по пальцам можно пересчитать теплых дненьков и вот снова опять нас вроде как будут дожди теперь что еще что еще новенького происходит у меня в жизни я даже не знаю что вот такого есть честно рассказать вам то что не копая глубоко что называется честно у меня очень много перемен таких довольно таки радикальных много до перемен но просто они именно о них мне не хочется рассказывать и есть и хорошие есть и плохие как у любого человека различные различные бывают перемены скажем так вот ну не знаю посмотрим что да как так сейчас я добрая уступила дороге всегда уступают дорогу вот если стоять несколько машин никто не может я всегда останавливаю поток машин останавливаюсь потому что считаю вот некоторые у нас ездят без этих зачем конечно нам поворотник мы же крутые вообще этого не понимаю когда так ездит есть честно вырви тогда этот поворотник всегда так говорю уступаю но вы знаете слава богу тут вы мне тоже всегда уступают дорогу поэтому я считаю все всегда возвращается вот кстати по поводу возвращается я сейчас неоднократно на работе знаете что у меня у нас должна была прийти девочка еще третий менеджер и в итоге она что-то не вышла я сказала я первоначально не хотела чтобы был третий менеджер я прям была можно сказать категорически настроена против потому что я хочу я не против работать так много как я сейчас работаю мне важна отдача отдача естественно финансовая поэтому если я сейчас так много работаю я хочу получать нормально я не хочу скажу прямо да вот два менеджера я считаю что это достаточно до работ очень много хватило бы и на третьем менеджер но я лучше понапрягаюсь и заработаю это все сама чем я допустим поделюсь еще с третьим человеком я не хочу так вот то есть я об этом да я такой вот жлоб какой-то наверное но я об этом откровенно сказала на что директор мол все равно у нас будет третий человек ну окей будет и будет и на следующий день эта девочка не выходит в общем это из той же истории когда я не хотела второго менеджера и меня вполне устраивало долгое время работать одной вот так что послушайте мне какие-то зубы прям побелели кстати все никак не сделаю хочу сделать курс отбеливания с айхерп то что я взяла туда средства я буквально пару раз себе сделала и все и так вот ничего не доделал а вот вот надо бы надо бы так ладненько наверное это будет такой коротенький коротенький автовложек поэтому увидимся с вами будем сейчас я надеюсь что все будет нормально и будем видеться с вами часто буду так периодически рассказывать и я так думаю что я скорее всего может быть даже завтра сниму просто обычный блок где вам что-то расскажу и покажу все до новых видео пока пока